Седьмой класс, 30 серия. Графический способ решения систем уравнений. Допустим, дана система из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Надо решить графически. Надо построить график одного уравнения. Графиком будет прямая. График другого уравнения. График первого уравнения прямая. График второго тоже прямая. Причем прямые пересекаются. Значит, данная система имеет единственное решение. Координаты точки пересечения прямых. Х равен 1, у равен 2. Это и есть решение данной системы. Две прямые на плоскости могут пересекаться. Если графики двух уравнений пересекаются, значит, будет единственное решение. Надо найти координаты точки пересечения. Прямые на плоскости могут быть параллельны. В таком случае решений нет. Две прямые на плоскости могут полностью совпадать. В таком случае бесконечное множество решений. Давайте решим графически данную систему. Система из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Графики этих уравнений. Прямые линии. Строим график первого уравнения. Задаем разные значения х. Например, х равен 1, у равен 4. А если х равен 2, у равен 3. Двух точек достаточно, чтобы построить прямую. Синим цветом показан график первого уравнения. Строим график второго уравнения. Тоже будет прямая. Поскольку это линейное уравнение с двумя неизвестными. Х. Если х1, у 0. Если х2, у 1. Двух точек достаточно. Зеленым цветом показан график второго уравнения. Прямые пересекаются. Значит, надо найти координаты точки пересечения. Опускаем перпендикуляр на ось абсцисс. Значит, х равен 3. Опускаем перпендикуляр на ось ординат. У равен 2. Итак, решение системы. 3, 2. А вот эта система решения не имеет. Если построить график одного уравнения, график другого уравнения, то получатся две параллельные прямые. Общих точек нет. Система решений не имеет. А эта система имеет бесконечное множество решений. Если второе уравнение, обе части равенства разделить на 2, то получится х плюс у равняется 3. Неопределенное уравнение. Графиком является прямая бесконечное множество решений. Итак, графики вот этих уравнений полностью совпадают. То есть это получается одна прямая. И будет бесконечное множество решений. Неопределенные уравнения. Уравнение вида Ах плюс Бу равняется С. Это линейное неопределенное уравнение с двумя неизвестными х и у. Если С равно нулю, то тогда уравнение называется однородным. Однородные уравнения имеют бесконечное множество целочисленных решений. Если С не равно нулю, то это неоднородное неопределенное уравнение. Целочисленные решения могут быть, а могут и не быть. Однородное. Если С равно нулю, бесконечное множество целочисленных решений задаются вот этими формулами, где n – целое число. Давайте рассмотрим неоднородное. Неоднородное. Частное решение. Если надо было бы найти только одно решение, то одно решение угадывается легко. 1,1. Потому что коэффициенты 2 и 3 в сумме дают 5. Поэтому частное решение в данном случае угадывается легко. х равен одному, у равен одному. Так вот, если неоднородное уравнение имеет хотя бы одно целочисленное решение, 1,1, то их будет бесконечное множество. Графиком уравнений является прямая. Прямая идет через точку 1,1. Прямая бесконечно. Множество целочисленных решений будет бесконечно. Как записать все эти целочисленные решения, если известно одно частное решение? Множество всех целочисленных решений записываются вот таким образом, по этим формулам, где х с ноликом, у с ноликом – это частное решение. Давайте запишем множество всех целых решений данного уравнения. Частное решение 1,1. То есть х с ноликом – 1, у с ноликом – 1. Давайте запишем все целые решения. Открывается скобка. Частное решение х с ноликом – 1. Затем плюс bn. b – это 3. Значит, записываем. Плюс 3 умножить на n, где n – целое. Это формула для нахождения х. Теперь у. У с ноликом. Частное решение – 1. А теперь минус an. n – а – это 2. Значит, минус 2n. n – целое число. Задавая разные значения n, будем получать разные частные значения, целые данного уравнения. Давайте рассмотрим еще одно неоднородное уравнение. Допустим, частное решение – не отгадать. Допустим, как поступить в таком случае? Надо выразить, например, х через у. Затем выделить целую часть. Выделяем целую часть из дроби. Целая часть 4 плюс у. А это дробная часть. Так как речь идет о целых решениях, х и у должны быть целыми. 4 целое – значит, и значение вот этой дроби тоже целое число. Обозначим за n. Если эта дробь – целое число n, значит, получаем, что у – 2n-1. А теперь подставляем вот в это равенство вместо у – 2n-1. Это n. И получаем, что х равен 3n плюс 3. А вот и ответ. Значит, х – это 3n плюс 3, а у – 2n-1, где n – целое число. Можно другим способом. Тоже выразить, например, х через у, выделить целую часть из этой дроби, а затем посмотреть, при каком значении у значение этой дроби будет целым числом. Например, если у равен 1. 2 разделить на 2 – целое число. Найдено частное решение для у. То есть у – 1. Тогда значение этой дроби будет целым числом. Значит, значение дроби будет равно 1. У – частное решение 1. Тогда получается, что частное решение для х – 4 плюс 1 плюс 1 – 6. Все найдено частное решение. Зная коэффициенты при неизвестных, можно записать ответ. Давайте еще одну задачу решим. Надо решить в целых числах уравнения. 6х равняется 10 минус 3у. Перенесем справа на лево. Получаем следующее. Левая часть равенства, значение этой суммы делится на 3. 10 на 3 не делится. Значит, целочисленных решений у данного уравнения нет. Продолжение следует... . Продолжение следует...